МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто кого в антикоррупционном бюро пожаловались на применение силы и угрозы своим сотрудникам со стороны представителей Генпрокуратуры? Об этом и другом будем говорить с гостями этого эфирного часа, народными депутатами Украины, в моей студии. Андрей Антоничак, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Чижмар, студия Виолетты Трекова. Юрий, добрый вечер. Виталий. Добрый вечер. И все же заработала. Система электронного декларирования для украинских чиновников начала работу, хоть пока и в тестовом режиме. В 2016-м отчитаться о своих доходах, а также благосостоянии родственников должны топ-чиновники. В частности, это президент, премьер, министры и их заместители, депутаты, председатели облгосадминистрации и их заместители, а также судьи. На это у них два месяца. Остальные чиновники начнут декларировать свое имущество только со следующего года. Нац. Агентство по предотвращению коррупции должно следить, чтобы образ жизни чиновников соответствовал декларациям. И если обнаружат, что чиновник соврал, его будут наказывать штрафом до 60 тысяч гривен или тюремным заключением на срок до двух лет. Впрочем, поскольку госпецсвязь не сертифицировала программное обеспечение для электронного декларирования, многие активисты убеждены, чиновники смогут избежать наказания. Поскольку в судах декларации, заполненные в системе, которая не имеет госсертификата, не будут юридическим доказательством. Ну и к вечеру, как сообщили в нац. Агентстве по противодействию коррупции, в едином госреестре уже появилось шесть электронных деклараций украинских чиновников. Не использовать систему электронного декларирования пока не будет, получен сертификат и установлена уголовная ответственность за подачу неправдивых сведений. К этому призвал политиков и чиновников руководитель антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев. Как только проблема будет решена, мы все маем дружно и ответственность, и главное с юридическими последствиями раскрыть майно, которое у нас есть. Юрий, ну вот вы бы подождали, пока сертифицируют все-таки систему, или это не имело бы для вас особого значения? Ну, по-перше, я думаю, что если есть такая позиция, что эта система не сертификована, и есть возможность уникнения будь-якой ответственности, то тоже рада все-таки не декларовать допоки, а провести ее порядок. Хотя, я думаю, что эта процедура сложнее, потому что мы помнимо, что в парламенте уже хотели откласти введение электронного декларирования, еще когда принимали закон про бюджет, и каким-то дивным чином туда попала норма, чтобы отнести это электронное декларирование до конца этого года. И мы, например, в парламенте не были уверены, что она будет запущена. Тем более, что такое решение, оно важное для страны, оно стоит на контроле, как в Кабинете Министра, так и в Верховной Раде щодо выполнение. Это контрольное вопрос. Я, как колишний працаник государственных установ, администрации президента, я прекрасно понимаю, что такие вопросы не возникают, або контроль за ними не возникает в последний день. И про то, что она не будет введена, напевно, скорее всего, розумели и за месяц до этого. Но подняли гвал буквально в пятницу, в последний рабочий день, для того, чтобы взняти с себя, как бы, ответственность. А сегодня Гройсман согласил, что проведут какое-то службовое расследование, и какой-то виконавца покарает. Я думаю, идет просто такой системный процесс, стримывание самого электронного декларирования. Юрий, вот Вы говорите, что вполне возможно, чтобы эти задержки знали и за месяц, но получается, что знали все, кроме президента, который сказал, что не днем позже, и те, кто говорит, что она вдруг не стартует 15 числа, это провокаторы. Ну, Вы знаете, я думаю, что это уже у нас у президента такая стилистика. Он же основная особа у нас сегодня, яка, скажем, здействует управление правоохранными органами, прокуратурой и так, и другими, где-то он дотичит борьбы с коррупцией, как основная фигура в стране. И он должен быть в первую очередь, потому что это электронное декларирование, это заседание борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. И президент бы мав тримать это на контроле. Поэтому, когда он делает заяву в пятницу, таку голословную, у меня ощущение, что просто он дейсно або не контролирует, або это была планована такая акция президенту сняти из себя ответственность. Хотя он должен был это контролировать. Адже не одна нарада у него происходит по борьбе с коррупцией. И когда эти наради происходят, про них оглашают как какое-то достигнение. Но при этом всем, почему-то на этих нарадах жодно разу не подняли это вопрос, и президент не дав сигнал уряду, не дав сигнал, скажем, иншим відповедным установкам, что, шановне, а у вас там не все в порядку до введения, давайте подконтролируйте. И сегодня он делает великие круглые очи. То есть, я думаю, что это уже стилистика. Просто президента делать круглые, великые очи на проблему, которая давно была известна, и все понимали, что все ее ожидали. Не можно про это не сказать, если журналисты это ожидали, то я не думаю, что не ожидал этот президент, который завжди ствердил, что это на шлях до Евросоюза, это на шлях до безвизовой системы, это на шлях до кредитов МВФ и так далее. И тут, бачите, они прямо забули про это вопрос, задали про него в пятницу. Юрий, вы как считаете, должен быть открытый доступ к этой базе? Ну, в принципе, люди, которые занимают публичную посаду, они должны открывать майно, яке есть. Иншее вопрос не сгоден с тем, что нужно вказать деться адресы, потому что все-таки нужно гарантировать безопасность у людей, которая показала суспільству майно. Есть для правоохранения органов, если бы она вчинила певный злочин, то по ней эта информация вся открывается, и это в целом свете. Вы сегодня, например, мы показывали намисно, когда это вопрос обговорювали, колькох президентов Франции, мы показывали, потом еще колькох еврокомиссариев, которые в Украину приезжали, их декларации, которые в публичном доступе, они практически закрыты, там практически ничего дойти не возможно. Ну, Танрик Игоревич, ты посмотрел уже шесть существующих, я говорю про иноземцев, когда они нам это навязали. Поэтому тут очень великое вопрос и безопасности. Потому что сегодня мы действительно можем найти на то, что сегодня в ситуации, когда разгул преступности значительно велик в стране, мы можем создать безопасность для людей, которые, скажем, открывают место проживания и так далее. Что касается майна, я думаю, тут ничего претензий не имеет. Мы и так сегодня пишем декларации, в Верховной Раде мы их размещаем, там есть и житло, и дилянки, и заработки наши и так далее. И ничего страшного не имеет, есть и прозвища и тому подобное. Поэтому тут проблем я вообще не вижу. Ну, в принципе, не вижу. Другие вопросы, что некоторые моменты, скажем, места проживания, я считаю, это должно быть чисто приватным моментом. Спасибо большое. Давайте следующую тему коснемся. Народного депутата Александра Онищенко на этой неделе должны объявить в международный розыск. Об этом накануне заявляли руководители антикоррупционных органов. Украинское бюро Интерпола, напомню, материалы получило 11 августа. Сейчас документы на рассмотрении генерального секретаря от организации. Напомню, обвиняют народы понищенков в создании схемы хищения газа и уклонения от уплаты налогов. Государству якобы нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривен. Политического убежища в Великобритании пока не просил и готов сотрудничать со следователями. Но только из Лондона. Об этом в комментарии нашему телеканалу накануне сообщил эксклюзивно сам Александр Онищенко. Это все дело сфабриковано, как говорится, сшито белыми нитками. Цель у них одна. Это и политический наезд на меня, и с целью отобрать бизнес. Тут две составляющие. Есть экономическая и политическая. Если будет оказываться на меня давление и придет экстрадиция на меня, то тогда будет уже первая суд по экстрадиции, и я буду просить тогда политического убежища здесь. И сейчас с нами на связи народный депутат Игорь Масичук. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечера. Игорь, скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, шансы, что Великобритания согласится на экстрадицию Александра Онищенко в Украину? Я уверен, что экстрадиции на вряд ли будет. Чему? Потому что в Британии прецеденты по экстрадиции, будем говорить, такие редкости, и будем говорить так, прямо, это одиночные выпады, одиночные выпады, и навряд ли это случится в справе Онищенко, поэтому он не тот самый. Он, я бы, знает и про это отверто говорит. Видите ли вы перспективы выигрыша Онищенко в европейском суде по правам человека, если он решит отстаивать свои интересы в споре с украинскими правоохранителями в этой инстанции, и какие именно могли быть права его нарушены? Что до выигрыша на данный момент в европейском суде пана Онищенко. Но я хотел бы отметить, что мы не знаем, на сколько будут подготовлены документы и поданы, и предъявлены звинувачения. Б. Насколько будет обгрупована необходимость той же экстрадиции, если про нее идти. И это станет также предметом взгляда европейского суда. Но кроме всего, кроме всего, я четко уверен, что Онищенко дали втеки, дали смогу вывезти активы. Игорь, вам спасибо большое за комментарии. Игорь Масичук, народный депутат Украины, был с нами на связи. Вы как считаете, почему молчат Онищенко? Мне очень смешная фраза коллеги, потому что он говорит, что американцы могут попросить судей в Британии, а именно судей принимают решение про экстрадицию, попросить судей в Британии с какими-то связями, чтобы выдать в Украине то или иного злочинца. Ну, это нонсенс повный для людей, которые понимают правильную систему, скажем, в Британии, хотя бы трешечки. Впливу жодного не будет иметь не те, что американская правоохорная система, а даже британская правоохорная система на судью впливу не будет. Выключен закон. Тому, я думаю, и обирают, скажем, таки злочинцы, как Онищенко, тих стран, где есть высокие стандарты в защиту права человека, для того, чтобы использоваться любую помилку нашей, скажем, правоохорной системы, которая подает документы, або использоваться будь-який шанс, можливий, для того, чтобы зберегти себя. Зрозуміло, там права люди на очень высоком уровне, и будь-який сумнів щодо винности или невинности завжди берется на користь самого обвинуваченного. Тому и обрав Онищенко, зрозуміло, чому обрав, саме Британія. Крайний випадок, если он будет чувствовать, что уже доказы собраны и поданы в полном обзязи до королевства Британії, для того, чтобы его видать, то он поменяет, и мы понимаем, как Украина, это будет Российская Федерация. Это уже, скажемо, Краина, где нет права людини, но за то есть политическая ценность Украины никого не выдавать, где сховался и древний президент Украины Янукович. Тому, я думаю, что логично, куди он возник, логично, что человек, не то, как он заявляет, что он что-то не прушивает, а он, в первую очередь, прушивает то, что он не пришел до Верховной Ради, и он не дав пояснения, звит, перед людьми, которые его обирали, перед парламентом и людьми, с которыми он працювал, в чем его звинувачивали, и какие его запережения. В этом первый злочин любого публичного человека. И тому, на опередение этого, до речи, я зареєструвал цего месяца законопроект в Верховной Раде, где чётко предбачено, что Генеральный прокурор мав бы право на 20 дней, подающие документы до Верховной Ради про занятие наторканности, подать и до Прикордонной службы про заброну выезда протягом 20 дней. Поки Верховная Рада не принимает решение, винный, невинный, сняти наторканность или не сняти наторканность. И таким образом, депутат просто не выъедет из страны, хотя это не обмежение его повноважения, ни моего, ни пана Андрея, ни будь-якого из народных депутатов не дают. И тому это не обмежение, как мне деякие народные депутаты уже заявляют в телефонном режиме, что ты обмежаешь нашу депутатскую деятельность. Тут обмежения нет. Аліментников по решению суду не выпускают из страны. Військовозобовязанных без згоди в ВСК не выпускают из страны. Борожников банков по решению суду не выпускают из страны. А, извините, народный депутат, по которому Генеральный прокурор сделал обвинувачение, скажем, и подает в Верховной Раде, он может вольно втекти. Тому в данном случае, я вважаю, что этот законопроект имеет серьезную тему для того, чтобы мы его обговорили в парламенте, как на швидшим часом, чтобы жоден народный депутат не смог выехать из страны. И это уже вопрос политической ответственности и политической зрелости парламенту. Чи мы готовы сами себе обмежать в том, чтобы кто-то из нас, кто порушил закон, втек за кордон, даже не давая своим коллегам по парламенту и своим выборцам, давая объяснение, в чем его обвиняют, и какие его запрещения. А для того, чтобы кукурикать из Британии, велика гроза ему не нужна. Я думаю, он должен представить и кукурикать, и так, как он сегодня кукурикает, и из парламентской трибуты. Юрий, ну вот здесь видите, в чем же основная, на самом деле, ключевая история? В том, что сам Манафорт сказал, что он никогда не работал ни с Украиной, ни с Россией. По факту, вот Руслан знает, да многие знают в Украине. Вы слышали о нем? Нет, я слышал, он даже на днях заявлял, с привода до этого, что он створил позитивный имидж, его компания створила позитивный имидж к тогдашнему керевнику Украины Януковичу, и за это получил 35 тысяч долларов на месяц. Но я думаю, что за 35 тысяч долларов на месяц Манафорт бы даже не перелетел через Украину в Украину, чтобы посмотреть сам Киев, потому что такие статки, которые он сегодня получил у Трампа и других кандидатов в других странах, то мы понимаем, что это значительно про другие деньги. Поэтому в том, что он уже забрехался сегодня, что он сначала запрещал, что он там брал активную участь, а это его компания. Все прекрасно знают, и я думаю, большинство политических знаний, что Манафорт был в Украине, и он безусловно самостоятельно консультировал штаб Януковича. Мы понимаем, что он забрехался. Если он уже настолько начался брехаться, значит, там есть все-таки какая-то история темная, якуб не хотел, чтобы она стала саме сегодня известной прессой, потому что, действительно, он один из ключевых керевников компании Трампа. Я вернулся из нефтийной поездки теперь из Вашингтона, где он был встречен с многими, скажем, и конгрессменами, и в договоротепе, и в конгрессе, скажем так. И мы говорили про эту особистость, и, действительно, он внес в американскую политику раскол общественности, потому что, так же, как в Украине раскололи, ну, там, первый, другий сорт, украино-мол, так же он расколол в компании Трампа, внести идею раскололи общественность на коренных американцев и эмигрантов, что сегодня створяет великий дискомфорт в своем общественном общественном и тому негативный вплив саме такой идеологии Монафорта я чувствую сегодня США, и я думаю, что для Украины, ну, возможно, цей конфликт в какой-то мере зиграет позитивную роль, потому что Хиллари Клинтон сегодня больше відстоит позиции Украины, она лучше, понимается, в ситуации на Сходе Краина, в Схидней Европе, и таким чином вона может для нас быть в таким формате, Америка может быть для нас очень сильным помощником для вырешения нашего конфликта с Схидным Сусидом и для поддержки позиции Европы. Поэтому, я думаю, что в эти, возможно, такие негарные истории нам немножечко, ну, скажем так, где-то и Божеволя впливает. Вот здесь возникает интересно, безусловно, до среды мы подождем, очень будет интересно послушать это, скажем, общее, может примирительное, может непримирительное заявление, хотя вот Сытник говорит, что, в общем-то, никто и не ссорился. Но, тем не менее, есть странная, абсолютно странная ситуация, когда сотрудники ГПУ удерживают или каким-то образом влияют на сотрудников НАБУ, и, ну, так или иначе, это выходит в публичную плоскость. Хотя, по природе, по характеру этого конфликта, мы понимаем, что спокойно все могло бы решиться или звонком, или вызовом, что называется, на ковер. То есть, абсолютно вне публичной плоскости, но почему-то решается в публичной. Юрій, у вас есть понимание этой ситуации, детективной? Ну, это очень сложная тема, но я, скорее всего, думаю, что сегодня и в этой сфере какой-то певный перераспредел, гра мишц, для того, чтобы показать, кто главный, кто будет управлять процессом борьбы с коррупцией и с кем будут бороться. И поэтому, напевно, в этих элементах появились один за другим эти противореческие такие подии, по которым мы бачим. То Генпрокуратура какие-то документы выложает, то только кого-то подслуховую, то только кого-то арештовую, то кому-то пограджую и так далее. Насправді, это говорит про то, что нет співпраці, возможно, это и плохо, потому что, с другой стороны, враховывая, как у нас все органы между собой связаны, то оно и, возможно, и доброе. Но мы бачим, что уже и Служба безопасности подключилась. То есть мы бачим, с одной стороны, Служба безопасности, Генеральная прокуратура, это органы, которые подконтрольны полностью президенту Украины за призначением, и есть МОБУ, который, в принципе, президенту не подконтрольна с точки зрения призначения. То мы бачим, ризкий водоподил, где оно находится. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы, например, Ситник и Генеральный прокурор на сегодняшний день вышли и сказали, мы помирились. А в чем помирились? Або есть правопорушение, и тогда оно должно быть в суде, кто-то должен быть покарен за вчинение злочину, потому что, в Генеральной прокуратуре кто-то занимается коррупцией, или в НОБУ крышует что-то, правильно? А такого варианта, типа, мы поговорили, у нас в войне нема, мы завтра посидим что-то, домовимся между собой.